Быть или не быть той или иной многоэтажки, какого цвета должны быть фасады в центре города и как восстановить заброшенные памятники архитектуры. Ответы на эти и многие другие вопросы теперь, сообща, будут искать члены Совета по сохранению объектов культурного наследия при губернаторе Ивановской области. В региональном правительстве состоялось первое заседание. Сейчас реставрационные работы за счет средств федерального бюджета ведутся в Лежневе и Шуе. Планы региона по восстановлению объектов на будущий год тоже сформированы. Заявки направили на 56 объектов. Сумма наших заявок превышает 150 миллионов рублей. Для нас принципиальным, конечно, является поддержка со стороны нашей епархии, метрополии и, в общем-то, патриархата. Надеемся, что в следующем году наша область тоже будет учтена при распределении средств. Вкладывают средства в сохранение объектов не только собственники, но и инвесторы. Усадьба «Студенные ключи» – яркий тому пример. Александр Широков, руководитель Международного фонда «Русская провинция», разработал региональную программу «Сохраняем вместе», которая поможет возродить провинциальные усадьбы. Примером послужила деятельность Национального фонда в Великобритании, благодаря которому удалось спасти более 500 объектов за счет благотворительных взносов. Основные задачи программы – разработать системный подход восстановления провинциальных усадеб региона, который составит основу нескольких туристских маршрутов. Превратить систему объектов культурного наследия в один из факторов повышения инвестиционной привлекательности нашей области. Отработать практику государственного частного партнерства в сфере туризма и культуры на примере реализации программы «Сохраняем вместе». Ну и также разработать прозрачную эффективную систему благотворительности. Рассмотрел совет и возможность строительства теплогенераторной по адресу улица Крутицкая, дом 20А. По словам застройщика, это будет невысокая пристройка в глубине квартала, которая не повлияет на восприятие такого памятника, как противотуберкулезный диспансер. Это та маленькая пристройка теплогенераторная, которая нам жизненно необходима, чтобы отапливать здание, потому что сейчас работает временная схема. Теплогенераторная на газе позволит отапливать здание. Этот проект, но с замечаниями, совет согласовал. Инициатору строительства просили изменить цвет фасада будущей теплогенераторной. Также эксперты совета высказали свои пожелания по поводу внешнего вида другого объекта – новой девятиэтажки в пограничном тупике. Можно чуть-чуть видоизменить фасад, чтобы он был, ну, по словам, если говорить, примитивный, но не так много, может быть, стекла на нем должно быть. Ну, и пропорции членели какие-то архитектурные, композиционные. Особенно я немножко смущаю, честно говоря, самые верхние этажи. Все решения совета направят в администрацию муниципалитетов. И если замечания экспертов не будут учтены, то возводимые объекты ввести в эксплуатацию не получится. Любовь Почерникова, Антон Осипов, РТВ Иваново.